В Челябинске появилась мода на разного рода автомобильные соревнования. Автоквесты проводят библиотекари, бухгалтеры и журналисты. Ну а мы сегодня решили поговорить о более высоком уровне автомобильных развлечений и пригласили к нам в гости настоящего дрифтера, любителя высоких скоростей и острых ощущений. Итак, дорогие друзья, Степан, знакомьтесь, серебряный призер чемпионата России по дрифту Денис Домнин. Денис, доброе утро. Доброе утро. Ну и расскажите нам. Ответьте на самый популярный вопрос, да, скажем так. Что такое дрифт? Ну дрифт это управляемый занос, по сути, как переводится. То есть люди соревнуются, ну два пилота соревнуются в прохождении трассы определенной там на максимальной скорости, с максимальным углом, максимально зрелищно, там с большой скоростью и как бы к оппоненту как можно ближе. И все это шумно всегда очень происходит. Естественно, очень шумно, зрелищно, эффектно. Очень зрелищно, эффектно. По-хорошему очень многие спортсмены, ну другие дисциплины, завидуют дрифту. Почему? Потому что он очень быстро набирает обороты. Потому что это площадочка, ну там, 300 на 300, да, которую все видно. То есть все это хорошо просматривается для зрителей, как бы это все эффектно, очень круто. Смотрится интересно. Ну Денис, а расскажите, а вот с чего началось ваше увлечение дрифтом? Вот как вы к этому пришли? Ну, давным-давным-давным-давно, лет, наверное, 12-13 назад, у нас тут нелегальные всякие соревнования проводились по городу. Пока мы там не будем. Ну вот, я как бы, да, чуть-чуть зацепил их, как бы, потом понял, что это как бы, ну не очень хорошо, это гонять по городу, как бы, это, во-первых, небезопасно, и как-то это, ну ничего в этом удале молодецкой никакой не покажешь, там, только как бы можешь проблем себе нажать. Вот, и я что-то как-то подумал, надо, думаю, как-то в официальный автоспорт переходить. Все, начал маленько с ралли гонять, погонял у нас на Урале, здесь на ралли на всяких разных, ну таких, не сильно, вот, хороших таких. Ну все, и погонял, 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 и потом как-то что-то дрифтинг увидел где-то так, мне что-то так прям понравилось. Загорелся? Да, загорелся, и все мне больше, больше, больше понакатаны, все мне как-то оперло. Денис, ну мне кажется, это вот действительно сложно, это в нужный момент нужно поднимать ручник, давить тормоз, выворачивать, вообще, вот как долго вы осваивали вот эти так называемые... Выжимать сцепление, Марин, там одна механическая коробка, тебе сложно это понять, да? Это не автомат, Марин. Ну как сложно, ну автоспорт, он в принципе как бы не очень легкий, как бы, да? Ну и дрифтинг, ну там своя специфика, но учусь я до сих пор. А, до сих пор, то есть, мне кажется, не ж такого, да, там месяц отучился и все. В этом как бы и какой-то такой вот именно прикол, что ли, дрифта вот именно, что как бы там совершенствоваться можно, там бесконечно, мне кажется, вообще. Нет предела совершенства, да? Да, там я прям каждый раз гоняю, уже лет, наверное, 10, и прям каждый раз, я каждый год что-нибудь открываю для себя новеньким. Погружаетесь и погружаетесь, да? Да, я прям как бы уже думаешь, как бы кажется иногда, что вроде как, ну все, вроде сейчас я только надо натренироваться, и все, и потом бах, что-нибудь новое, знаешь, да что это? А вот скажите, Денис, а что нужно для занятия дрифтом? Ну, в смысле, вот какая-то специальная машина, что-то вы там специально делаете, какие-то покрышки особые? Желание. Нет, желание, это понятно, я с технической точки зрения, вот, или я сяду сегодня за свой автомобиль и начну дрифтовать? Ну, как минимум, заднеприводный автомобиль, это первое, потому что на переднем приводе не подрифтишь. Вот, заднеприводный автомобиль, обязательно желание, потому что надо очень много тренироваться, прям очень много тренироваться, чуть ли не вылазить из машины там с лутками круглыми, вот. Много тренироваться, посвящать этому много времени, книжки читать всякие там, развиваться именно в этом направлении. Автомобиль изучить очень хорошо, специфику вот управления. Ну, должен, да, быть с автомобилем, а единым целым, да? Да, на самом деле, как мы и продолжение рук и ног. А покрышки? Ну, колеса, как бы, на таких соревнованиях такого местного уровня, можно такие, ну, покрышки не сильно дорогие покупать. Как часто дрифтеры меняют покрышки? Вот, да. Всегда. Как вам сказать, ну, где-то примерно вот на одни соревнования, мне надо покрышек, наверное, вот на заднюю ось комплектов, наверное, ну, чисто по два колеса, если на комплектов 10, наверное, точно. Плюс 20 где-то так вот Ну это в хорошем случае Я раз был на соревнованиях по дрифту Не соревнования, а показательные выступления были у нас в городе В прошлом году ребята из Москвы что-то приезжали И я увидел, что огромное количество покрышек Они с собой привезли Это на самом деле так Улетают анимаха А вот скажите пожалуйста, а вот эти люди Которые едут с ревущими двигателями Без глушителя по городу Это вы? Нет Ну я вот на своей гоночной машине выезжаю в город Ну только вот иногда доехать до соревнований Когда проходят А так всегда на процепе езжу А ездят вот всяких без лужков Ну это не очень далекие люди Для вас это не показать Ну как бы да Я как-то считаю себя профессионалом в этом деле Это не профессионал, мы поняли Ну как бы да Я ничего не вижу хорошего там Гонять как дурак по городу Можно так говорить? Денис, скажите пожалуйста А вот ваша машина, о которой вы говорите Как правильно сказать? Корч Корч ваш, да? А как-то люди оборачиваются на вас Когда по городу едете? Ну конечно, она приметная, разноцветная Вся разукрашенная Еще такой цвет зелененький И нравится вот это вот внимание? Вам приятно? Ну приятно, конечно, все равно интересно А вот в Челябинске много дрифтеров? Ну вообще у нас как бы Профессиональных, да вот Профессиональных? Ну да у нас как бы Урал вообще как бы Челябинск конкретно Я вот мы ездили на соревнования в Москву Туда в те края ездили Мы как бы очень обоснованно между собой Тут грубо говоря варились в кипятке Так типа Гоняли между собой Как бы и наш уровень так неплохо подрос И про нас как бы особо-то не слышал никто И потом мы когда приехали на соревнования Там в Москву полно что ли Ну в те края короче приехали Там парни из Москвы Они такие типа и видел Как уральцы говорит едут То есть как бы приятно удивлены были Что у нас кажется Вроде как никто про нас не слышал А у нас там такой уровень Ну мы как бы выиграли всех Ну молодцы Поздравляем А скажите вот Денис А в Челябинске часто проводятся соревнования по дрифту? Ну официальные прям такие Скажем так хорошего очень уровня Два раза в год Вот сейчас будет Расскажите когда да Сейчас будет по-моему в мае Первое соревнование Открытие сезона вот именно уральского Вот и в конце сезона Еще будет где-то в сентябре примерно А вот вы сказали то что вы в Москву выезжали А вообще как часто вы выезжаете И с другими городами соревнуетесь? На каком уровне это все происходит? Ну все как бы зависит конечно же от финансов Ну конечно это Ну а так как бы Ну у нас вот два этапа Челябинский будет И этапа четыре наверное будет выездных Ну чисто по урфой здесь И как правило на соревнования три-четыре Наверное мы еще для общего развития Ездим куда-нибудь там подальше А вот как автомобиль вы везете? Вы же не на нем едете? Ну на прицепе На прицепе Прицепчик такой раз на него заехал Все и посели В этом году во Владивосток планируют сгонять Вот так вот Ну а вот скажите А вообще вот в обычной повседневной жизни Допустим при езде по городу Вот это вот занятие, увлечение дрифтом помогает? Я вот честно скажу Я бы вообще контраварийную подготовку Начинал бы чуть не со школы Потому что это настолько важная вещь Это как бы без шуток абсолютно Мне несколько раз в жизни Как бы ну Избавляло от таких больших проблем Мое умение именно водить Хорошо как бы Что я не говорю, что я там Вот я там спас там кого-то Да, но просто имею в виду Вот где-то там что-то машину занесло То есть я не думаю абсолютно Раз там рулем Ну на рефлексе Да, на рефлексе раз проехал И вот у нас я знаю, что многие по городу ездят так Что там понимание вообще Куда что руль крутить, где это вообще его нет И это как бы очень большое упущение у нас в стране в принципе Мы будем надеяться, что всем понимают Куда они крутят роль как минимум Да, и все будет хорошо Нет, а тут как бы шутки-шутки В Финляндии У них там контраварийная подготовка Где-то 5, по-моему, что ли идет У каждого водителя Ничего себе Поэтому у них самые лучшие ролисты Всякие кольцевики У них одни из лучших в мире Смолкоматери, как называется А вот у нас здесь есть, допустим, какие-то школы по дрифту Может быть? По дрифту есть у нас ребята Вот профессионалы, кто как бы открыли свои школы Вот есть кто по ралли Ярик вот в поле, раз, по-моему, приходил даже, по-моему, или нет Ну, хорошо Ну, есть, несколько школ у нас есть В принципе, несложно их найти в интернете Забить там по дрифту В принципе, контраварийная подготовка Это как бы несложно Большое спасибо, да Спасибо большое Денис, удачи вам на всех ваших турнирах Я напоминаю, что в гостях у программы «Наше утро» Был серебряный призер чемпионата России по дрифту Денис Домнин Ну, а сейчас, дорогие друзья, пришло время новостей Спонсор выпуска – российский производитель трикотажа «Рихина»